Доброе утро, друзья! Как ваши дела? Я надеюсь, что все у вас отлично. Сегодня утром я встала пораньше, сделала вкуснейшие оладушки на завтрак творожные, низкокалорийные. И, конечно же, буквально через полчаса-сорок минут я уже выложу пост, сейчас буду монтировать. Еще я хочу сегодня сделать для вас обзор. Обзор моей посуды. Потому что многие спрашивали у меня по поводу зеленой посуды, в которой я готовлю. Как раз здесь жарятся котлетки из индейки. Вот про эту посуду хочу вам рассказать. Это посуда Фрайбест. Что мне очень нравится, она из литого алюминия, и ей не нужен большой огонь. То есть вы можете на среднем, на маленьком огне, она очень хорошо нагревается, равномерно распределяет тепло. И она еще сделана из того же материала, что глина, песок и камни. То есть из натурального материала покрытие, поэтому вы можете не беспокоиться, что в пище будет что-то выделяться. Вот, я жарю вообще в принципе на небольшом количестве масла. Смотрите, у меня абсолютно ничего не пригорает. Я просто смазала маслом чуть-чуть. Вот этот кусок выделяется из котлет. Переместила уже котлетки в контейнер. Смотрите, какие красивые, немножко поджаристые, сочные очень получаются. Вообще-то мой любимый рецепт котлет из индейки. Я вам оставлю обязательно рецепт, вот здесь пропишу. Вот у меня остался фарш. Это я буду замораживать. Очень удобно потом готовить. И по поводу сковородки, ее нужно обязательно сейчас оставить, остывать. И потом через минут 10-15 ее нужно мыть. Вот. Мы с вами будем вместе мыть посуду. Посмотрите, она очень легко отмывается. То есть вы можете забыть про то, что вам нужно оттирать пригоревшую пищу от посуды. Такого уже не будет. Смотрите. Так быстро и легко отмылась наша сковородка. Хочу сказать, что вообще в принципе она в идеальном состоянии, потому что на ней я готовлю уже месяц каждый день. Омлеты, котлеты, оладьи, сырники. Ежедневно что-то на ней жарится. И она идеальная. Я помню, как кто-то говорил, что мне нечем заняться. Вот уже настолько мне нечем заняться, что я второй день не могу нормально снять даже сториз. Муж. Да, Паша, как лошадь. Я, естественно, по-тирамски заставляю ее работать. Ношу себе кухарку, рабыню, уборщицу. Короче, в своем репертуаре началось. Ну а что, а как, так и есть. То есть я говорю правду. И ей со мной очень хреново, и она ждет, когда ее брошу. А я вот помню, что кто-то говорил буквально недавно, что я вот нечего делать, что я машинник-аферист, а я уже реально второй день не могу замутить нормальную аферу. Да, жена? Непорядок какой-то. Срочно нужно, срочно пишите, кого нужно обмошенничать или обаферить. Пишите вот сюда, в директ. Ссылка там съемсожру.бананвгузне.ру. Вот это всех вас там жду. Дорогие подписчики, очень важное срочное объявление. Очень срочное. Требуются бабушки, на которых можно взять кредит. Рассматриваются бабушки, на которых можно взять в кредит холодильники, телефоны, утюги, соковыжималки, электрические машинки для бритья волос в носу, ногтигрызки и также можно еще мышиные ловушки. Буду очень признателен за адреса и телефоны этих бабушек. Всех люблю, обязательно шлите бабок. А также очень важное объявление. Продам бабушку, которая находится в доме престарелых, которую обманул и облапошил. Готов ее продать. Не задорого. Могу продать заколачи и молочко. 3,2 жирности. Очень люблю пожирнее. Если можно, добавьте, пожалуйста, еще семечки от Мартина. Бабушку можно посмотреть на страницах Парусграда. Бабушка в хорошем состоянии. Поюзанная. То есть, можно брать. Жду ваших этих комментариев и предложений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова